В имя Отца и Сына и Святого Духа Святая Княгиня Ольга наречена Ривноапостольной, потому что она поклала початок периоду просвещения Святой Руси. Початок приняття нашим народом святої православної віри. Святая Княгиня Ольга была родом из Псковских земель. И так сталося, что князь Игорь, ее будущий человек, познайомился с нею, когда он был на полюбанке. И она, ее красота, ее целомудрость, ее мудрость, она запала душу князя Игоря. И когда наступил час ему одружаться, то он захотел взять себе в дружину святую Ольгу. И святая Ольга была вирной дружиной и помечницей князя Игоря. Но сталося так, что князь был убитым древненами, столица древненов была Коростень, это Житомирщина нынешняя. И княгиня, будучи язвичницею, решила відомстити убивцям своего человека. Вона оточила місто Коростень, но не смогли они перемогти, взяли это место. И тогда святая княгиня Оля пришла к такой хитрости. Вона сказала, я пришла к вам взять дань, которую вы древнене плетили киевскому князю. Я вижу, что вы не имеете чем платить, то каждый из вас нехай отдаст одну пташку из своего дома или из своего города. И это будет для меня достаточно. Одни жители собрали птахи, которые имели гробцов, голубей, и привезли к святой княгиню. Вона взяла до каждой ножки, до птахи, привязала какого-то материала, который горит. И запалила и выпустили этих птах, и каждая полетела в свой дом, и запалило это место. И таким чином княгиня Оля взяла Коростень. Коростенький князь хотел жениться на ней. Вона была вродлива на лице и была очень разумна и мудра по розуму. Но она отказалась от этого. Тогда, через 10 лет после смерти князя Игоря, княгиня Ольга поехала в Константинополь и там приняла хрещение. Побачивши княгиню Ольгу, греческий император, який на той час був вдовцем, захотів женитися на ней. Почаїй уже было десь больше 70-ти лет. Но свята княгиня решила не выходить больше замуж, а посвятить своё життя на служение Богу. И вона снова потребовала такую свою мудрость. Вона сказала, ты не можешь жениться на мне, если ты не будешь моим хрестным батьком. Вот я буду принимать крещение, патриарх меня будет крестить, а ты должен быть хрестным батьком. Ну и царь погодился, когда ее покрестили. И царь нагадал ей, что вона має за ним выходить замуж. То вона сказала, ну, че є такий звичай, чтобы батько женился на дочке? Ты теперь мой батько. Наверное, у язычников батьки не женился на своих дочках. И так вона, князь, цей император, зрозумев, что вона его, ну, так, розумом обійшла. И вона повернулася на землю, в Киев. Вона привезла с собой цветы книжки, привезла с собой священников. И началась христианская эра на нашей земле. Сын Святослав был языком, был очень воинствующим князем. Он ходил в походы, в битве, перемогал. И он не хотел принять христианство. Сын Святослав просил его, что стать христианином. А он сказал, что меня перестанут поважать воины, если я прийму христианскую веру. Так он этого не сделал. А княгиня начала, будучи храмы, учить людей христианской веры. И поскольку она была бабкой князя, то никто ей этому не перечет. Князь не перечет, ее сын Святослав, и никто из людей не мог ее перечет. И так свята княгиня Оля положила начало тому великому хрещенню Руси, которое совершил ее внук, святый ревноапостоли князь Володимир. Мы прославляем святую княгиню Ольгу, как угодницу Божую, как нашу просветительницу, как ревноапостоли, то есть ту людину, ту святую, которая приняла на себе труд ревноапостола. Как апостоли ходили, проповедовали, навчали и христили людей, так свята княгиня Ольга саморобила. И мы смотрим, как свята Ольга приняла христианство. Ей никто не проповедовал, никто ее не учил, по крайней мере, в истории не говорится. Вона дошла до веры силою своего розума. Когда человек имеет глубокий аналитический розум, который может сравнивать, делать анализы событий, явищ, жизни, то этот розум приводит человек до Христа. Когда княгиня была в ежесницею, этот розум давал ей способности мстить врагам, обходить врагов хитростью. А когда она познала Христа, то этот розум научил ее, або подвигал ее до того, чтобы служить людям, чтобы научить людей той вечности правды Божией, которая родит человеку счастливую и благословенную на земле. И, шануючись в память Святої Ревнопостави Ольги, мы должны посмотреть на себя и задать себе вопрос, если мы последователи Святої Княгини Ольги. Мы ее нащадками, ее потомками. Но если мы ее потомками, ее по духу, если мы также любим Христа, как она любила, если мы также помогаем один одному, как она помогала всем, если мы пикнуемся про то, чтобы наша земля была прикрашена храмами, обителями, и чтобы в них прославлялося имя Божие. Потому что задача люди на земле не в том, чтобы собрать, как вам могу, больше сокровищ, богатства, стяжаний всяких, а в том, чтобы своим жизням, своими устами, своим сердцем прославляться имя Божие на земле. И когда человек это делает, через ее дела прославляет Бог, через ее устами прославляет Бог, то эта человек является последовательностью Святої Княгини Ольги. И для такой человек в будущем веке Господь подарует вечное жизни на небе, у креста Иисусе Господе нашим, которому из нас слава, честь и поклонение, ныне и бесконечные веки. Аминь. Спасибо, Господи. Субтитры создавал DimaTorzok